здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала всех вас рада приветствовать спасибо вам большое за то что поддерживаете мой канал подписывайтесь оставляйте свои комментарии а также оставляйте запросы на те видео которые для вас более интересны и актуальны сегодня будет тема ммм меня попросили сделать расклад на мавроди куда исчезли деньги мавроди родился 11 08 в 1955 году умер мавроди 26 марта 2018 возрасте 62 лет я сейчас посмотрю карту его личности буду работать на двух колодах первое посмотрю карту его личности довольно таки ну 62 года молодой я еще посмотрю все таки обстоятельства повлекшие за собой смерть первое первая карта его личности будут две карты дальше обстоятельства повлекшие за собой смерть внутренние причины внешние причины были это несчастные случаи возможно это было что-то другое кто он вообще на самом деле был гением или злодеем и главный вопрос а куда исчезли деньги и на колоде черный гримуар я посмотрю как раз таки дополнение первая карта его личности так пустая карта как 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 скрытая информация и старший аркан император открываем эту карту и попадает карта маг ну вы знаете здесь такой конечно очень мощный очень мощное сочетание старший аркан маг и старший аркан император сила сознания прежде всего вот по магу оригинальный умный творческий ум независимый дух сила боли уверенный в себе человек также я вижу что контроль над поступками опять таки помогу и вот этому человеку лес по колено вот он загорается идеей увлекает за собой других людей то что для других невозможно магу под силу все он гибкий хитрый живой вот в сочетании маг и император это реорганизатор прирожденный манипулятор и кстати могу сказать что некоторые тарологи видят в маге мошенника крупного мошенника ну могу сказать что он финансовый гений притягивает к себе все материальные блага и по императору я могу так же сказать он мог стать императором и повести за собой народ ну вот в этом вот сочетании могу сказать что он однозначно был для власти опасен давайте дальше посмотрим старший аркад дьявол обстоятельства привлекшие за собой смерть и король мечей слушайте ребят ну я могу так сказать а мавроди Сергей не умер своей смертью я насколько я поняла ему поставили внезапную смерть сердечная недостаточность но я здесь не вижу я здесь не вижу этого здесь однозначно дьявол это заказное преступление дьявол сам по себе это борьба между высшим добром и высшим злом опять таки это желание идти своим путем и в принципе это его и привело к смерти у него гордыня зашкаливала самонадеянность видя себя сверхчеловеком он считал что он ну возможно как то защищен я вижу что сработал закон джунглей слуги зла сделали свое дело это капкан его как поймали понимаете ну давайте посмотрим внешне я вижу что это был заказ паш пентаклей восьмерка и восьмерка опять таки жезлов здесь возле него мог быть какой-то человек это молодой человек идет как как ученик как будто ему поручают какое-то дело очень важное вы знаете вот по восьмерке жезлов он то ли должен какой-то передать был информацию какую-то важную сейчас еще посмотрю то ли дать ну я вижу здесь нападение я вижу здесь нападение и здесь сговор определенных есть лиц кстати здесь не только вообще четыре человека я вижу его убрали я не вижу чтобы он умер своей смертью здесь карта еще императора это заказ понимаете это заказ причем оттуда сверху значит видели в нем какую-то опасность почему его не убрали раньше в тюрьме ну возможно боялись чего-то не хотели возможно понимаете здесь же маг император мог бы быть какой-то как бунт давайте посмотрим гений он или злодей двойка чаш иерафант вы знаете очень все сложно вообще по двойке чаш это поток вот сердечная чакра открыта желание как будто бы спасти мир от зла любовь к жизни он хороший психолог и по иерафанту но он одурманивал людей понимаете здесь как говорится в нем боролись вот этих две мощных энергии добра и зла вот по иерафанту могу сказать опять-таки он увлек своей идеей людей был ли здесь изначально умысел ну конечно здесь конечно здесь было одурманивание народа понимаете вот даже по этой карте смотрите вот здесь если вы увидите здесь грибы ядовитые иерафант он читает проповедь иерафант это может быть и лжеучитель который навязывает свою точку зрения одурманивает людей но здесь по черному гримуару оно так и есть одурманивание но у него по двойке опять-таки чаш были как благие намерения ну давайте я еще посмотрю дополнение очень интересная комбинация получилась ну конечно могу сказать что он гений от природы этого человека очень много было что дано это действительно он талантлив и он одиночка по шестерке пентакли ну опять-таки понимаете здесь вот он этот человек кому-то раздает а кто-то стоит в очереди то же самое что получилось с МММ хорошо а какая главное так нет давайте посмотрим куда делись денежки страшный суд и девятка девятка кубков по страшному суду это однозначно грабеж это грабеж это отобрали забрали причем знаете по страшному суду это как погашение крупных каких-то долгов и списание в казну государства потому что здесь идет девятка кубков очень немногие ну как сказать только избранные имели доступ к этим деньгам а хорошо почему ему давайте так еще спрашиваю у него же были акции у него были акции газпрома а куда они то делись он кстати с этих акций мог бы людям выплачивать те деньги которые они потеряли спрашиваю куда делись акции сергей и почему все таки ему ну препятствовали можно так сказать выплате денег тем кто потерял как говорится свои деньги свои проценты и так далее и тому подобное королева пентаклей эта карта ресурсная ресурсная карта здесь замешана какая-то женщина безусловно слушайте ну я так могу сказать по всей видимости все таки у мавроди была еще и женщина которая могла все таки каким-то образом его близкая женщина которая могла владеть этими акциями ну и я вижу что у мавроди должен быть ребенок которым что-то досталось почему власти не разрешили да потому что он был потенциально опасен они его захлопнули как в банку видите восьмерка мечей здесь очень знаете возможно двойка пентаклей сейчас скажу вот знаете здесь с одной стороны все сложно а с другой стороны все просто здесь такая хитрая комбинация получилась понимаете а вообще вот по этому раскладу могу так сказать мавроди себя считал гением причем непревзойденным и он по всей видимости даже этого и не хотел скрывать он был действительно горделив заносчик многие видя его считали его то ли немножко как бы таким странноватым мягко говоря а другие видели что он очень хитрый такой вот стратег который много чего продумывает ну вот человек от которого неизвестно что можно в дальнейшем ожидать и по вот этой комбинации которую я вижу вы знаете действующей власти и впоследствии когда власть менялась было выгодно во всем обвинить мавроди так как он был одиночка все и свалит на него что дескать он виноват он крупный мошенник знаете то что остап бендер нервно курит сторонки мавроди непревзойденный мошенник отчасти здесь так и получилось но не без помощи власти денежки были конфискованы и не выгодно было чтобы он выплачивал эти деньги если бы он стал эти деньги выплачивать понимаете он бы стал кумиром миллионов миллионов людей а это государству невыгодно понимаете здесь изначально обман идет власти а потом и появился такой как мавроди это не просто так он появился на ровном месте он тоже себе захотел как говорится создать государство в государстве но ему и указали его место с одной стороны у него конечно же были и благие намерения а кому-то дам кому-то не дам эту помощь то есть кто-то получал свои проценты кто-то оставался в прибыли а кто-то и все терял ну это как сказать это вот такая комбинация это такая финансовая пирамида но у нас в мире самая крупная финансовая пирамида это долларовая система если так разобраться и подумать и вот кстати по поводу вот сейчас на рынок выходит биткоин да но тоже кто-то же придумал такой же гениальный как мавроди и опять-таки могу сказать все это возьмут под контроль если данному раскладу у вас есть свое видение напишите пожалуйста если какая-то может быть информация может быть вы поделитесь своим жизненным опытом возможно кто-то что-то и приобрел с этих акций МММ или кто-то как-то столкнулся но я вижу во первых то что мавроди убрали он не мог сам по себе умереть я вижу здесь определенный сговор и заказ и заказ от властей потому что я вижу людей опять-таки в форме и в общем-то все получилось очень печально на самом деле где-то у него и были благие намерения но и безусловно он испытывал огромное удовольствие при виде огромных огромных денег конечно этому человеку интересно было хотя в то же время могу так сказать для него деньги были как ну не более то как средство для чего-то да но сами деньги не были для него целью потому что он гениален он хотел изменить мир можно так сказать но в нем все равно присутствовал огромный дух авантюризма сочетание кто вот понимает карты Таро да сочетание мага императора это знаете такая термоядерная смесь я желаю вам всего самого доброго берегите своих детей берегите себя всего вам хорошего